Х-39 это малораспространенное название ракеты ЛМУР, она же изделие 305, которую в 2007 году начали разрабатывать, а в сентябре 2022 официально сообщили, что приняли на вооружение. Несмотря на то, что между разработкой и появлением на вооружение в РФ прошло полтора десятилетия, ракета не стала менее опасной. При этом использование этой ракеты по количеству уступает стрельбе скабрирования куда-то туда, неуправляемыми реактивными снарядами из того же К-52М. Так как изначально их изготовили 300 штук. Ведь ЛМУР-305, жаргонное название, российская управляемая ракета воздух-поверхность, относится к классу высокоточного оружия. Изделие выполнено в цилиндрическом корпусе и имеет полусферический прозрачный головной обтекатель. В передней части расположены Х-образные рули, а в хвосте крылья складной конструкции. Они складываются для транспортировки и раскладываются, когда ракета устанавливается на вертолете-носителе. На двух крыльях установлены антенны канала двусторонней передачи данных. ЛМУР тяжелее других российских вертолетных ПТРК, ИРВЕС составляет 105 килограммов, боевая часть 25 килограммов. Максимальная дальность полета ЛМУР составляет 14,5 километров, что выше, чем у других российских вертолетных ПТРК. У ракеты есть оптическая головка самонаведения, и ее можно использовать в двух разных режимах. В первом режиме цель отмечается оператором перед пуском, а вертолет-носитель может сразу изменить курс после пуска ракеты, принцип «выстрелил и забыл». Во втором режиме запускается без захвата цели, сперва ракета летит в направлении цели, используя инерциальное наведение с поправками от спутниковой навигации. При этом изображение с ГСН передается обратно на вертолет через блок передачи данных, называемый АСБУЛА – аппаратура сопряжения с беспилотным летательным аппаратом. Оператор может выбирать цель и самостоятельно изменять курс, пока ракета летит в ее сторону. ЛМУР – первая российская ПТРК, которую можно использовать таким образом. Этот второй режим работы является единственным, в котором ракета может использоваться на максимальной дальности, из-за ограничений ГСН. При этом методы противодействия этим ракетам постоянно совершенствуются, но одним из главных остается вопрос уничтожения их на Земле, в местах складирования, на бомбоскладах. На этом все. Спасибо за просмотр, до следующих видео. Не забывайте ставить лайк, комментировать, и естественно подписываться на канал, если еще не подписаны. Спасибо за просмотр!